Вадим Павлович, какое было ваше первое впечатление, когда вы приехали в Ереван и куда вы первым делом отправились? Я пошел постригаться в армянский барбер. Спросил у Жорика, с которым познакомился на улице буквально, потому что увидел, что у Жорика очень модная стрижка. Он мне сказал, куда идти. И я считаю, что в городе нужно при первом знакомстве ездить не на машине, а с дипломатическими номерами, а ходить ножками. Так ты понимаешь, что в этом городе первые впечатления, они самые главные. И, вы знаете, я очень был рад, что у меня были немножко заниженные ожидания, потому что, естественно, я смотрел фотографии Еревана, понял, что в какие-то 90-е или 80-е годы были снесены красивые старинные кварталы, похожие, как в Тбилиси, да? И думал, ну, такой город, такой немножко шалманистый, извините за такое выражение. И был приятно впечатлен, что у этого города есть свое лицо, что люди самоорганизовались внутри вот этих сталинских домов и так далее, и сделали так, как это было тогда, в этих старинных кварталах Еревана, понимаете? Они смогли наладить жизнь свою так, что этот стол стало красиво. Вот, ну, я заходил в дворы, нашел с трудом, спрашивая, как, куда пройти, нашел этого барбера, и даже объяснился с ним на армянском, потому что три месяца уже учу, и даже начал читать и писать. Пока плохонько, но все-таки получается. И я ему сказал, НЧПС из стиль хай, и он рассмеялся и меня понял. Я говорю, я тебя понял, все, все нормально, я сделаю, ты будешь как модный армянин. А что вы попробовали в Армении, что вам больше всего понравилось? Вот, просто вчера, очень был уже вечером как-то после работы, немножко подустал и не записал. Обычно записываю всегда, берешь на телефоне и в заметке записываешь новое название, то, что услышал. И даже переспрашиваешь, не боюсь переспрашивать. Какая-то потрясающая баклажаны, значит, перетертые и помидоры. Вот, типа баклажана, помидорной икры. Я съел две порции, и даже потом уже мясо не полезло, честно говоря. Но вот это было что-то потрясающее. Я обязательно узнаю название и буду везде заказывать. А почему вы решили учить армянский язык? А у меня такое впечатление. Я родился среди якутов в Якутии и в Советском Союзе. И в армии присягу отдавали Советскому Союзу, где не было ощущения, что все какие-то разные. И я считаю, что ты, когда приезжаешь в какую-то страну, если ни на один, ни на два, ни на три, чуть подольше, ты как минимум должен знать, как поздороваться, как спросить инчкачка, вонцес, нормаль, и так далее. Какие-то вещи ты должен обязательно знать, потому что это уважение, конечно, и к тем, кто здесь живет, но и уважение к самому себе. Ты не чувствуешь себя каким-то идиотом, ты хочешь найти общий язык, да, понять, как сейчас принято говорить, культурные коды. Ну да, хорошо, пусть будут культурные коды. А как ты их поймешь, если ты будешь уныло здороваться, как будто ты где-то идешь по мытищам, да, или там в московских мневниках? Ну, здравствуйте, здравствуйте. Тебе, конечно, все скажут здравствуйте. Но если ты скажешь Барри Льюис, это уже по-другому. Барри Дзес, Барри Дзес, по-другому. Тебе будут улыбаться. Если ты скажешь здравствуйте, да, тоже улыбнуться, ну, может быть, чуть-чуть меньше. А с какими сложностями вы столкнулись в Армении? Никаких пока сложностей, слава богу, никаких. Я даже в субботу сходил на службу в Русскую Православную Церковь, и мне очень понравился батюшка, отец Арсений. Он такую зажигательную молитву там прочитал. Знаете, у нас буквально через 10 дней Великий Пост начинается, через 2 недели, 15 числа Великий Пост начинается. И я уже себя тоже к этому готовлю, потому что я посты соблюдаю. И мне было приятно, что вот есть Русская Православная Церковь, она действующая, было много людей. Я понял, что я найду здесь общий язык, и если хочу пообщаться по-русски тоже. Но стараюсь везде, пытаюсь спрашивать, не боюсь выглядеть как-то, может быть, глупо, не глупо, но переспрашиваю и узнаю новые армянские слова. Какое ваше любимое слово или, может быть, фраза какая-нибудь? Ну вот я сейчас, я просто еще чуть-чуть стесняюсь произношения, но вы меня поправите, да? Парк Иисусына. Ну, здесь я уже научился, там, говорить «карох», да, вот это у меня уже почти получается, «карох», да, там, «гратахтак», не знаю, «храпаряк», и, там, «гротель», и все такое прочее. Но вот эти вот слова, когда выражение устойчивое, они особенно, когда имеют особое какое-то ценное значение, их надо правильно произносить. Вот как вы сейчас сказали? Парк Иисусынне. Парк Иисусынне. Получилось? Да, почти. Ну вот, почти. А я не хочу, чтобы почти. Я хочу такие святые слова с большим значением говорить очень правильно. Давайте еще раз попробуем. Парк Иисусынне. Парк Иисусынне. Вы назначены на новую должность, и какие ваши цели и приоритеты на этой должности? Ну, ломать не строить. Я думаю, что ломать мы ничего не будем. Я активный противник чего-то сразу ломать, да, потому что построить потом сложнее и дороже получается. Поэтому мы просто то, что есть, возьмем. Во-первых, избавимся от пустых мероприятий, потому что новый руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков ясно и четко сказал, что у нас не должно быть пустых мероприятий. Ну, пока, к сожалению, у нас планы, знаете, слагались с предыдущими руководствами, это еще было в прошлом году, и мы будем вынуждены пока работать с тем, что есть. Но будем пытаться как-то поворачивать, будем ругаться, будем что-то не проводить, а взамен будем проводить что-то, обликая в формы уже новые. И, знаете как, мне очень нравится системное управление, проектное управление. Мне очень нравится проектное управление. И, кстати, проектное управление придумали не в Америке, а в Советском Союзе. И просто мы берем весь тот же самый процесс, но раскладываем на проекты, то есть как временное предприятие, ограниченное во времени, с определенной командой, ты знаешь, что ты хочешь в конце получить, результат какой, в чем будем вешать, в каких граммах, да, вот это вот. Что мы хотим получить в конце и в какие сроки. Вот все. То есть с РЦНК будет интересно и весело. Весело, не знаю, но, по крайней мере, оптимизм будет. Мы будем стараться работать с оптимизмом, потому что плохого вокруг очень много. Это я всю жизнь работаю на войне, вы знаете, да, мы с вами общались. И конфликтные зоны, 15 командирок в Сирию, в Ирак, две чеченские компании, Афганистан и прочее, прочее, прочее. Но здесь-то мы должны, мир-то ведь не только война, но есть же еще другие вещи, да. Мы хотим, ну, показать, что России интересно. А чем она интересна? Вот задача, вот это наша нынешняя главная забота. Спасибо, удачи вам. Спасибо вам. Штороколютюн. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok